Коллеги, день добрый. Меня зовут Андрей Вдолан. Меня пригласила компания Adipart совместно с моим бизнесом, чтобы я прочитал семинар, как вывести свой проект на международные краудфандинговые площадки. Что такое краудфандинг? Краудфандинг это когда у вас есть идея, определенные идеи, и вы хотите ее реализовать, но у вас не то, на это деньги, и тем не менее вы это показываете своему всему миру, и все люди мира вам дают на это деньги, то есть, допустим у меня есть идея написать какую-то книгу, но если я эту книгу напишу, этой книги сейчас пока еще нету, если вы мне отправите деньги или купите мою книгу еще до того, как эта книга вышла, я ее обязательно напишу, сделаю тираж и отправлю всем своим людям, кто меня поддержал. Это один вариант краудфандинга. И второй вариант краудфандинг это называется спонсорство. То есть у меня есть мечта съездить в Турцию, но у меня нет денег, и я хороший парень, живу там на Атшибе, никогда не был. Короче, в Европе отдайте мне деньги, и люди вам по одному кругу опять доллар скидают. Это называется типа фандинг. Были случаи, когда какой-то парень мечтал себе купить мотоцикл, но у него не было мотоцикла, и люди ему накидали там аж на пять мотоциклов, короче, в день. Это вот на заре остановления кронфандинга было. Были две девушки, которые захотели себе сделать магазин книжного белья, у них не было денег, и народ им накидал где-то, они хотели на открытии магазина 50 тысяч долларов, накидали им где-то на 100-150 тысяч долларов людей, и хотелось им, американцам, поддержать этих двух девушек. Несомненным лидером рынка стала платформа Текстартер, на данный момент их сейчас уже более 100, в России уже есть две краудфандинговые платформы, называются Бумстартер и Айпланет. Российские проекты тоже поднимают деньги только внутри России. Налидером являются две платформы, это Кикстартер и Индикогол. На Кикстартере там условия следующие, если вы туда размещаете проект, как правило, это либо креативные проекты, либо инновационные проекты. Вы людям показываете, что мы сделали какой-то проект, нам нужно столько-то денег, если вы, допустим, сейчас по предзаказу купите эти деньги, определенную вещь, но через год мы вам его сделаем и отправим. Это некий предзаказ для того, как мы это сделали. Второе, у нас есть какая-то идея, и мы хотим эту идею или компьютерную игру сделать, отправляете нам деньги, нам помогайте. И вот мы решили сделать проект из Якутии, выходили на Кикстартере три проекта, три команды выходили. Первая команда это палеопатологический парк, они где-то собрали то ли 50-60 тысяч долларов или 100 тысяч долларов. Идея была такая, что мы вот в Якутии хотим сделать парк бизонов. В будущем там уже появится и мамонт. Любимые, типа наши там люди всего мира, отратили нам деньги и мы купим на эти деньги бизонов в Канаде и будем размножать их в Якутии. А тот, кто надо паять деньги, мы на боку бизона напишем его имя. Боб нам ученый. И ему по-моему накидали около 100 тысяч долларов. Это был первый проект из Якутии. Второй проект из Якутии это компания Фантастик. Это Дратья Готовцева выводили компьютерную игру и на свою компьютерную игру они собрали по 60 тысяч долларов. Ну вот третья компания. Почему Кикстартер? Кикстартер является лидером рынка и среди пользователей к нему доверие намного больше. На втором месте Инди Гогул. У Инди Гогул есть более щадящий типорежимы. И многие люди там тоже выходят на Инди Гогул и успешно собирают деньги. Самый успешный проект из России там был. Там парень собрал около 150 миллионов рублей, что ли на этой статье. Обещал людям сделать карту из разных сортов деревьев. Это не обязательно там технический нокаут. Это может быть посудная, любые креативные идеи. Давайте я вам покажу наш проект. Таким мы выходили на Кикстартере в том году. Мы вот 15-17 тысяч долларов типа собрали и нас на этом на проекте стопотнули. Проект по идее был успешный, но у нас вышла компания правообладателей этого мира и они нас забанкидовали. Это был наш первый кикстартер. И буквально два месяца назад мы закончили второй кикстартер. И первый, и второй я вам покажу. Это был наш такой опробный проект, чтобы понять, как будет работать с кикстартером. Особо собрали, что было очень много денег. Кикстартер он выглядит так. Он выполняется как любая социальная сеть. Мы в Якутске сделали 5 этих фигурок. Распечатали их на 3d-принтере и сделали классную фотку. Мы тут написали не только такие, откуда мы. И вот описание, что каждый делал. А, извиняюсь. Нужно сделать демонстрацию экрана, да? Так. Так, сейчас экран видно, да? Надеюсь видно. Так, вот наш проект. Мы вводили его на кикстартер. Давайте покажу, как вообще на кикстартер выглядит. На кикстартер он выглядит так. Здесь появляются подъемные проекты. И люди заходят на эти проекты и смогут. Куда они могут вложить свои нужды. В целом на кикстартер появляется очень много проектов. И люди смогут. В целом, вот, скажем, видим определенный проект. Здесь идет обзор уже существующих проектов. И мы видим то, что идет такая полоска, что вы уже деньги собрали. Скажем, откроем этот проект. Проект, вот, кто-то делает 3D принтер. Или не 3D принтер, а какую-то вещь. Который, да, он делает домашнюю штуку. Который, которые делают определенную гравировку. С какой-нибудь денег они подняли. Они подняли миллион долларов за 24 дня. У них 5 тысяч человек решили купить эту вещь заранее. В сперва идет видеоролик. Обычно видеоролики от 5 до 10 минут. Тут у них ролик вообще там в районе полторы минуты, да. То есть, основной успех на кексатах нужно сделать видеоролик. Люди смотрят видеоролик. Обычно от человека выступают. Что-то говорит. Но тут никто ничего не говорит в этом видеоролике. Мы видим, что вот они вот сделали. То есть, это какая-то стартап. Который взял такие приклонные чипные установки. Который, допустим, это может делать. Вот. Мы, кстати, видим, что 5 тысяч человек уже в них инвестирули. У них осталось 6 дней. Вот. С компанией, тут мы видим, их инвестировала. Эта компания из Гонконга. Вот. С этого года гонконгские стартапы у них тоже могут появляться на кекс-старты. У них, по-моему, только из 20 стран можно выходить на кекс-старты. Вот. И в этой колонке идёт описание продукта. Что это за продукт. Там фотографии и так далее. Вот эти скрипты. Вот. Возможности этого продукта. Вот. Вот. Это заполняется очень все. Все. Просто обычные картинки. Вот. Вот. Туда и вот какие-то есть скрипты такие. Ява. Не знаю. Круткие гифки ставятся. Вот. По заполнению все очень просто. Нужно делать ссылки из Ютуба. Вот. Всякие рекомендации известных блогеров. Вот. Тут идёт сколько это стоит и так далее. И что они могут купить вместе с этим. Скажем. Вещь эта стоит 299 долларов. Но на кекс-старте мы предлагаем за 149 долларов. Естественно да. Это подкупает бекеров скажем. Спортеров. Они это вот. Хотели видеть и выкупить заранее. Что дальше. Ну и дальше идёт долгое-долгое описание проекта. Какие-то отзывы уже первых покупателей. Или первых людей. Вот. Очень много видео. Очень много описаний. Ну и вот. Тут такое описание англоков. Если допустим мы типа соберём 300 тысяч долларов. То мы от нас бесплатно мы дарим набор инструментов там. 700 тысяч долларов мы дарим там какую-то не знаю. Парт-монеда. Вот. И вот. Всё это идёт короче. За 149 долларов куплю. Первым этим. Цена скидка. А потом уже цена не поднимает там. 159 долларов. То есть вы типа 2 стучки купите. Мы вам даем. За 309. И вот у них обещание. То есть они идут какой-то сменный лазер скорее всего. Так как это всё делает и работает. И вот этот. Это вот первая типа команда. Ну и ихняя типа команда. Стартапов. Лица. Кто-нибудь такие. И это идёт в проект. Как они этот проект они создавали. И сейчас они типа выходят на этот фактор. А после этого уже в июле они сделать уже за один месяц его производства. А потом уже в сентябре они будут его отправлять всем. По всему миру. Кто-нибудь отправит. Вот. Ну и опять же. У них есть фейсбук. Синица инфтограмма. Какие-то медиаики. Идут в самый главный путь. Чем мы рискуем. Что допустим. Тем возможно. Да. Они вот. Скорее всего не отправят в Миран, Сирию. В Северную. Типа Корею. Вот сюда. А в остальное. В мире они не будут это делать. Вот. Отправить. Вот. Самая главная страница. Это вот фейсбук. 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 Мы видим. Скажем. 4600 человек. Они не вестил сюда. То есть. Одна штучка. То есть. То, что иногда обещают. Стоит тысячи триста две. Тысячи гонкунских типографов. Они за это получают один такой принтер. И дальше тысячи триста. Две тысячи. Две тысячи четыреста. Но не каждый покупатель уже выбирает свою цену. И никто не хочет за это получить. Это как раз таки очень ценно. Будет на то, что грамотно устраивать эту политику. Так. Идем дальше. Вот. Это был какой интересный проект. Мы сегодня нашли на кейкстаттере. Вот. Здесь. Сам кейкстаттер. Вы можете искать любые категории либо проектов. Ну скажем. Вот. Вот. Вот такое. У двадцати тысяч было проектов. Слово. Позвание. Документная информация. Есть разные проекты. Вот. Вот. Кто-то эти пособирает. Кто-то очень жмается. Пособирает. Вот. И так далее. Здесь нужно сделать. Вот. Даже музыку про Трампа. Что касательно меня. Давайте перейдем к нашему разделу. Вот. Это наш первый проект. Вот. Мы собрали 15400 долларов. На проекте Space Alligator. У нас был такой ролик. Мы его, честно сказать, сделали за 20 минут до начала кейкстаттера. Это мы из арендоров это сделали. Сможете полюбоваться. Посмотреть. Если у вас есть вопросы. Сможете сразу задавать свои голоса. Я это услышу и вам отвечу. Вот. Естественно. Вот мы как его оформили. Это вот. Сделали 5 фигурок. Естественно. Это весь мир это увидел. Мы тут осозлили, что вы за 11 баксов вам сказали за это спасибо. У нас 12 человек не уходили. Мы можем там двух тюкутских волков отправить. Там один человек. У нас один, скажем, фигурка стоит 60 долларов. И 71 человек у нас только в одной фигурке. Ну и так далее. Идет описание. Что им дает. Тут есть одно, кстати, условие. Бейкер может выбрать только одну позицию. И, естественно, надо очень много расписывать. По ходу дела нам очень много писали. И мы по ходу уже кисад добавляли уже новую пледж. Вот. Тут есть самая главная страница. Это вот. Статистика. Какая главная часть. Вот. 386 долларов мы подняли. Эээ. Процентов отгопашиваемой суммы намного успеха. Успеха мы достигли на Седневеке. То есть мы гул. Потом пошла боковуха. Вот. Вот. И тут у нас ревью очень известные карканские блогеры. И естественно сошли. Крус пошел. И дошли на уровне 17 тысяч долларов. Здесь нам облюбили книги. Компания привела на нас в суд. Геем типа Варшоп. Потому что они продаватели Мира Лархаммерда. И нам проект закрыли. Вот. И вот. Весь из округа к нам пришли люди. Как раз и все. Меньше. Огромное количество людей. К нам пришли из Ютуба. Ну. Остальные там. Остановки сайта же. Пришли. А в куисках. Эти сайты пришли. Так. Инстаграм мы очень. Или я буду. Ну. Опять же мы делали рекламу на всяких сайтах. Там люди стали туда раскупать. Вот. Вот. 653. Человек оставил на нашем типа фолловере. То есть они за нами наблюдают. Вот. Это у нас вот подозвраты денег. Ну. Потому что нас на проекте вот убрали. А это у нас в день там. Вот. Столько поеду у нас инвестировали деньги. Вот. Естественно. Мы знаем кто это такой. Откуда он вообще. Что он из себя представляет. И они нам отправились свои адреса. Вот. Что и так. Вот. 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 Он показывает. Вот. И. Можем мы. Посмотреть. В основном. Проверить. Из каких городов. Из каких стран нас. Поддержали. У нас где-то 65 человек. США. Братами отстали. Канаду. Первая четверка. Но. Больше половины. Это. США. И. Видим. Типа. Корода. Откуда у нас. Изякут. У нас. Трое человек. Поддержало. Какие родные. Вот. Это наш первый проект. Успешный. И не успешно. Такое засунуло. Сейчас он. Топовый наш второй проект. Ну. Зато что у нас. У нас. Компания. Найкла. Мы решили. Создать. Другой аккаунт. И уже. Мы выходим по aren't. Только вот. вот наш второй аккаунт кстати это уже успешный день успешный проект наконец-то он до конца уже дошел у нас его не заплатировали у нас уже 247 спонсоров и мы подняли 32 тысячи долларов вот наш ролик тоже по-якутски сделали вообще непростую дыку на этот раз мы сделали гемонов и танки чтобы объемный шок у нас не моех по пикету опознавательных знаков ничего подобного защищенного и мы когда-то вышли с этим проектом вот наш сумма сборов и вот так мы его красиво оформляли это его известный якутский дизайнер Никита Барьянов сейчас из нашего кабинета застанет никуда повыше демон у нас делал Иван Петров а технику делал Роман Диодора тоже в русских дизайнер вот тут такое бесконечное описание проекта дальше такое довольно-довольно вот и то что мы обещаем допустим если не допустим вот дополнительные типа фишки огромного типа тюлинги если у нас не достигнули дополнительной ликви и плюс мы еще и достатно обещаем каждому прямахи с предыдущего проекта вот это наша типа команда ну вот у нас тут только Роман Диодоров из Энергии на ботове и моя дочка вот всех писала только самих себя не писала чтобы у нас типа ну там скрываемся типа это совсем другая команда в первых проектах якобы вот вот и то самое обещание это матрица наших позиций то что они получат и сейчас я открыл дождь наш любимый аналитику вот 32 тысячи рублей 650 процентов подмены и вот наши мы его подняли на третий день 5 тысяч долларов по белью прошу взросл у нас была такая напоенная боковая у кассы на кейсфат идет вначале такой всплеск потом идет такая и очень много людей ждут и когда останется 5 дней начинается взрыв много-много-много китаять деньги и многие кстати не успели они нам потом китали деньги на кейпал типа я вот типа короче деньги кину короче и не успел его на кикстартер там отдаст в ваш счет там на кейпанку он вот откуда заходило очень много людей дошло с самого кикстартера вот какие-то типа трафики у нас вот в отделе спарки бит мы ему отоплели приклама отменить и подошло от него очень много клиентов вот это наш партнер в этот раз блюгеры нас не поддержали потому что был коронавирус и они там не смогли дойти до до этого до почты и задачи типа наши вещи поэтому у нас мы делаем только фейсбук и инстаграм под книгами и инстаграм от стаграма на 1800 вот пошло вот и у проекта 900 уже 14 стоят ауэллеров 9% рекомендации это что отлично вообще и вновь идет кто что купили в основном купили за 33 бакса это самый самый дорогой это за 1000 долларов у нас купил по 20 танков и 20 танков и у нас в основном типа танки ушли вот у нас идет чат где мы общаемся и что-то отвечаем именно с вами все пишут вот ну все коллеги рассказал давайте спрашивайте пожалуйста ваши вопросы после вопросов я покажу супер проект наложен на площадке на Инди Гогол на 344 миллиона поднимает вот мой любимый проект на Инди Гогол поднимает расскажу подключите по вопросу ну самый любимый проект поднял 903 миллионов долларов это сделали женские портативные биде которые используются в определенных целях любая женщина может его с собой таскать в сумочке где угодно этот унитаз девушке не нужен девушка может нажимать на кнопку и его использовать себе где-то на ту шмоку где-то 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 место мне понравилось в случае рынок как они показали обыграли как это стоит как нужно типа вытерять свое там место посмотрите посмотрите в одну и с так закончил там напишу сейчас оживили кто там вот так они показали так они это показали так коллеги готовы вас слушать вы нас спросили какие проекты больше всего собирают внимание больше всего поднимают сейчас на кейкстаттере деньги какие-то инновационные проекты ну конечно на первом заместе как говорим это настольные игры настольные игры это такие проекты и у нас есть проект Момонтудус мы в два года двигали все что мы двигали до этого на кейкстаттере мы учились как двигать проекты на кейкстаттере и сейчас будем проводить на кейкстаттере уже свою игру про мамонтов а это 264 тысячи долларов они подняли а если то вот скажем на стульные игры они очень мощно поднимают очень мощно что мы делаем по мосту фондов наибольшие допустим денег я не понимаю то мы видим по 20 тысяч человек и тогда вот скажем так два ну вот мы кинем 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 на подниму кинь это недавно на 1100 это настольные игры американцы очень любят настольные игры поэтому они туда идут это в 700 тысяч Так, одно, тут еще, но тут и почему-то они не показывают. Команды из пыши, в ней раз заражены, они выходят на кикстатор и поднимают очень много денег. В год по одной игре, мы ориентируемся на эту игру, мы хотим только денег подать. У нас такая же будет игра, я покажу, у нас 15 тысяч подписчиков, то люди сейчас любят в эту игру, как игра нормальная, люди сейчас любят в эту игру вводить на кикстатор. Если у вас есть желание, вы можете сказать даже инвесторами. Надеемся через 3 месяца уже вводим на кикстатор за всякую игру. По следующей игру запустим, в наших коллегах на кикстатор. У нас только 3 тысячи подписчиков, а там уже 15 тысяч подписчиков. Мы сейчас делаем по обмену прокачивания для кикстартера. В основном я и отсюда переходили будем. Так. Чем отличается кикстартер или не где-либо? Мы все на сумме прокоммендуют больше на кикстартере. На кикстартере мы примерно от 1-25% собираемость больше. Но условия наоборот жуще вы деньги сможете снять только после окончания кикстартера. Но и не с другого можно деньги снимать под каждый день. И на кикстартере к нему больше доверие людей. То есть они знают, что если проект вышел на кикстартер, то значит это очень серьезная команда и серьезные проекты. И естественно все больше. Плюс кикстартер это не просто платформа, это социальная сеть, оказывается. То есть сам кикстартер, он сам себя везде и везде проталкивает. Свои проекты, успешно собернуть проекты. И он рекомендует тем, кто, допустим, на кикстарте повышает, он тебе рекомендует, скажем, вот-вот-вот, есть такой классный проект, может тебя заинтересовать. То есть сам кикстартер набирает любви подписчиков. Если раз был один успех, второй успех и третий успех, это естественное дело. Кикстартер начинает уже привыкать и доверять вам. Я хотел бы обратиться к организаторам. То есть может вы дадите доступ к нему, чтобы они задавали голосом эти вопросы? Чат. Делаю одно. Так. И в ней был плюс то, что там стран. Из России, в принципе, нужно выйти, только нужно иметь счёт. в США. На кикстарте только 20 стран. Это США, это все страны, Европы, Гонконг, и всё там. А ближайшая страна, кто имеет выход на движение к России, только больше. А Россия как закрыта. Мы через американцев идти свои законы. На Европе было около 120 стран. Вы можете выйти из 120 стран. Что нельзя? Нельзя политические партии, нельзя наркотики, нельзя оружие. Всё остальное, всё можно. Любые проекты. Ещё вопросы. Ну, если вопросы, смотрите, я учу предложения на руках. Видите, его всё из-за трубы. Очень при помощи, так скажу. velocidade при помощи. Лfs всегоayed края. Ну вот, секрет Кикстантера, это, опять же, это англо-уговорящие люди в основном институте, и, как правило, белые. И обычно в роликах обычно стоят такие белые американцы, и, естественно, к ним доверие больше. И, естественно, к ним доверие. Ну вот, классический пример, это классное видео. Ну, Садама Экатрёва, спасибо, что у вас такой вопрос. Если у вас есть идеи настольных игр, это первое дело, это прийти к нам, с нами пообщаться. Ну, единственное, мы команда веку, что делает настольные игры. Вот, у нас это опыт, и, как нам сказали наши менторы, настольные игры, это главная механика игры и ее направления. Вот, и удивить настольные игры очень сложно. Вот, поэтому надо с нами пообщаться. Сейчас я запишу свой номер по телефону, запишите мой номер по телефону, оставаясь чем-то. Подтягиваю на цепь, на 10-й спусковой, на 10-й спусковой, на 10-й спутнице. Ваш инстаграм, можете подписаться, там тоже в инстаграме вопросы задать. Так, коллеги еще есть, у вас есть вопросы, то готов вам на них ответить. Ну, любые проекты, это, конечно, аудитория. До старта проекта вы должны уже готовить свою аудиторию, это свой инстаграм, свой фейсбук, свой даже ютуб, мой канал. И общаться уже со знаковыми брокерами, чтобы они у вас не могли. Ну, я так сказать, ключевой факт успеха. Очень много проектов на Кистатах ВП, где очень много проектов, целей не достигают. От себя хочу подсказать, чтобы мы изучали проекты на Кистатах, смотрели, что за проекты. И, естественно, искали аналогичные проекты, как они делали эти полиграммы, ну и так далее, изучили эти крупные деления. Так, ну и все уже, если у вас нет вопросов, всем спасибо, кто меня слушал. Держите себя, двигайте проекты, давайте вместе развиваться. До свидания.